добрый вечер всем добрые зрители доброго канала приют творит добро наталья данный ролик посвящается щенку клёпе очень многих тронул его судьба я прошу каждого из вас кто будет смотреть данный ролик послушать голосовой сообщение врача-хирурга ортопеда который откликнулся на нашу проблему на нашу беду сожалению в новомосковском и съездили но такими проблемами там не занимаются нам в помощь откликнулся хирург ортопед города рязани николай ломакин я прошу вас послушать данное сообщение добрый вечер там видно что там травма ну то что я вижу на рентгене говорит о том что проблем складывается такая общая картина по поводу все эти проблемы у него повреждена сто процентов зона роста которая в юном возрасте очень важно из-за этого у нее идет деформация локтя и луча по большей части деформируется локоть и но останавливается в росте лучше за ним следует сейчас происходит загибание во внутреннюю сторону предплечье здесь какая тонкость здесь нужно смотреть делать несколько проекций прямую боковую оценивает что там сейчас очень в принципе с костью происходит что происходит с локтевым суставом смотреть что там по запястью вопрос просто сводится к тому что если пробовать сохранять это запястье есть ли вообще одну целесообразность его сохранения вопрос стоит в другом на данный момент в том как улучшить качество жизни данному пациенту чтобы в дальнейшем он мог функционировать чтобы эта лапа была у него опорная боюсь что на данный момент но его сто процентов надо осматривать полноценно второй момент это придется ждать полного закрытия зон роста вообще в принципе всех костей давать до развиться этой конечности как она сможет в дальнейшем уже планировать операцию по коррекции деформации предплечья и уже на основании этого думать что можно сделать как вернуть опор способность пациенту боюсь что его опор способность будет связана только с внешним имплантом то есть ну гости интегрируемым протезом потому что при закрытии зоны роста в запястном суставе в таком раннем возрасте только упущенным временем боюсь что мы там ничего не сделаем и вряд ли сохраним это запястье просто нужно дать ему до развиться будет исправить деформацию поставить то грубо говоря протез если бы это пораньше было вот когда он получил только травму там уже можно было бы хотя бы что-то попробовать сформировать чтобы кость не уходила в сторону чтобы он пользовался своим запястьем даже полтора месячном возрасте опять же прогнозы были неблагоприятные в плане того что деформация скорее всего пошла бы но там есть метод предотвращения этой деформации но опять же вопрос сводится к тому что в любом случае блокировать пришлось бы этот сустав просто мы бы его срастили правильно зона роста там сто процентов убита уже и ее к сожалению не вернуть то есть у нас один из главных вариантов первичный это его посмотреть оценить состояние на данный момент дать лапе дотянуться и после ее выпрямить потом сделать остеоинтегрируемый протез под его лапу и просто потом чтобы он ходил на протезе ну второй вариант оставлять все это так как есть но опять же то есть ходить он у нее уже не будет как бы так то есть если что-то делать это реально будет долгая работа с большими интервалами между операциями подготовками к операции и диагностикой здесь нужно понимать здесь придется конкретно вкладываться и вкладываться не просто финансово морально готовится постоянным поездкам в рязани постоянным осмотром постоянным коррекциям все в этом роде так что здесь уже вам смотрите я без проблем возьмусь за вашу проблему здесь случай интересный можно попробовать делать все выправить сначала мне надо посмотреть может быть там запястье хорошо сохранено но попробуем вытянуть уже прямо сейчас и дальше уже по прохождению возраста времени то есть если там она грубо говоря нам получится восстановить то есть поставить все нужные рамки да то есть потом откорректируем деформацию принципе может обойдемся даже и без протеза справимся ли мы потому что это будет долго это будет затратно но тем не менее у клёпушки есть шанс я не могу принимать одна столь серьезные решения и поэтому я обращаюсь к вам моя дорогая добрая дружная семья сможем ли мы справимся ли мы безумно благодарю каждого кто уже откликнулся на помощь клёпе и сейчас я временно пока без машины в понедельник мы записаны на час дня и мы поедем на такси потому что время и так уже упущено очень много я спрашиваю себя вас сможем ли мы а но и 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